Десятки оттенков зеленого, деревья и кустарники. 190 тысяч растений круглый год выращивают на территории питомника муниципального предприятия спецремстройзеленхоз. Около 40 видов лиственных и хвойных деревьев и еще столько же кустарников. В этом году в рамках месячника по благоустройству новые зеленые насаждения появятся почти по всей территории города. Чтобы растений хватило на всю Самару, мало бросить в землю семечко, рассказывает Петр Тимофеев, агроном с 36-летним стажем. Саженцы требуют ухода круглый год. От полива и прополки до формирования кроносекатором. 80% прерывания должно быть плановым. На 40 гектарах самарского питомника выращивают как крупномерные лиственные и хвойные деревья, так и небольшие кустарники. В этом году объем работает чуть больше. Помимо парков, скверов и аллей с зелеными насаждениями засадят территории, которые обновляются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На этих участках появятся новые каштаны, липы, березы, можжевельник, барбарис, кизильник, жасмин и сирень. Готовятся специалисты предприятия «Спецремстройзеленхоз» и к проведению Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». Чтобы украсить к празднику город, уже начали высаживать в специальные вазоны туи. Туи сорта «Сморакт» были выбраны не случайно. Они лучше всех остальных держат свою форму. 100 таких колонновидных туй уже к 1 мая выставят на маршруте проведения фестиваля «Всероссийская студенческая весна». Эти хвойные растения высотой в 3,5 метра установят вдоль уличной дорожной сети в центре города. Уход за ними будет особенным. Помимо полива и подкормки, специалисты на протяжении всего сезона будут собирать с них семена, которые добавляют к зеленому цвету оттенки рыжего. Все для того, чтобы они как можно дольше радовали самарцев и гостей города своим видом. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.